Что такое липомы? Почему они появляются и что можно сделать, чтобы остановить этот процесс? Какие народные средства станут самыми эффективными? Можно ли предотвратить их повторное возвращение? Обо всем этом вы обязательно узнаете, если просмотрите наш выпуск до самого конца. Согласно международной классификации болезней, липома относится к доброкачественным новообразованиям, жировой ткани. Соответственно, особой опасности она не представляет. Но все-таки, для исключения риска перерождения врачи обычно делают пункции для дальнейшего гистологического исследования. Проблема заключается лишь в том, что внешний вид человека серьезно страдает и сама липома может достигать значительных размеров. В некоторых случаях они образуются и внутри тела, что требует уже серьезного медицинского вмешательства. Почему появляются липомы? Причины не выяснены до конца. Среди предполагаемых заявляются следующие – травмирование мягких тканей, нарушение жирового обмена, гормональный дисбаланс, наследственность и другие подобные факторы. Чаще всего липомы – это небольшие жировики белого цвета, которые располагаются на области век, например. В целом, они легко удаляются в кабинете хирурга. Но другие, более крупные образования могут потребовать серьезного инструментального вмешательства. Особенно это касается роста липомы на внутренних органах, поскольку в таких случаях она наверняка начнет мешать их нормальному функционированию из-за сдавливания окружающих тканей. Результатом может быть и возникновение болей различной интенсивности. Что может предложить народная медицина? Часто предлагается обыкновенный репчатый лук. Он помогает избавиться от самых разных других разновидностей нарывов и нагноений. Но в случае с липомами его применение будет совершенно бессмысленным, поскольку никаких инфекционных процессов в липомах не происходит. Поэтому вызревать и прорываться наружу там просто нечему. Другие любители самолечения иногда протыкают иголкой липому и выдавливают ее содержимое. Жир уходит, но фиброзные оболочки остаются, поэтому вскоре липома возвращается на привычное место. И это происходит в лучшем случае. При постоянных вмешательствах значительно повышается риск гораздо более серьезных осложнений. Поэтому в некоторых случаях обращение к специалистам официальной медицины становится вынужденной необходимостью. Что можно предпринять в домашних условиях и каким образом можно избавиться от липом? В первую очередь необходимо периодически осматривать их. Если они никак не изменяются и не беспокоят физически, допустимо отложить борьбу с ними на более удобное время. Какими бы силами не обладала народная медицина, в этом случае чаще всего может помочь только официальная. Терапевтических методик нет, также не зарегистрированы случаи и их самостоятельного рассасывания. Чаще всего остается только один путь – хирургическое вмешательство, для исключения возможных рисков. Сама процедура заключается в обкалывании области с липомой анестезирующим раствором и дальнейшее удаление патологических тканей. Впоследствии потребуются регулярные обработки и перевязки для исключения возможного инфицирования открытой раны. Конечно, желательно ходить к профессиональной медсестре для этого, и только в самом конце процесса заживления станет возможным осуществлять аналогичное действие и в домашних условиях. При этом не лишним будет использовать различные повязки пластырного типа, а также те, в которых мазевая основа нанесена на специальную полимерную сетку. Соблюдение правил антисептики и упорное лечение обязательно приведут к положительному результату без каких-либо осложнений.